Собрать электрокар из подручных материалов и создать 3D-рисунки с помощью необычной ручки. Такие задания получили воспитанники детского лагеря «Гагаринский», где стартовала профориентационная смена. Подробности в нашем сюжете. Здесь сделан мотор в качестве мотора шуруповерт и цепь. Цепь сделана на задние колеса, то есть это задний привод. Макар рассказывает о самом настоящем электромобиле. Его сделали из полипропиленовых труб, которые обычно используют в ЖКХ. Опытный образец весом всего 50 килограммов еще предстоит изучить воспитанникам лагеря «Гагаринский». Они уже задумали свои проекты электрокаров. Мы решили задумать автомобиль, он будет широкий по сравнению даже с этим и длиннее, потому что мы хотим поставить еще второе кресло пассажирское. В детском лагере «Гагаринский» стартовала профориентационная смена. Сюда приехали 520 школьников. Каждый десятый стал участником уникального проекта «Профметаллклуб». Техническое творчество. Одно дело купить самокат в магазине, клише, а другое дело придумать свое, что-то интересное, необычное. «Профметаллклуб» – проект, реализуемый при поддержке образовательного центра группы ЧТПЗ. Задачу – познакомить ребят с инженерными специальностями. Ручка передает пластик, нагревает его. Пластик выходит, его нужно первым слоем, чтобы он прикасался, одна линия прикасалась ко второй. 3D-рисунки – необычная ручка, где вместо чернил специальный ластик – тоже часть профориентации. Я больше чем уверена, что в скором будущем подделки в школе будут делать именно при помощи 3D-ручки, а не при помощи бумаги, пластилина и каких-то еще материалов. В гагаринском ученикам младших классов рассказывают рисунки 3D-ручкой – первый шаг к инженерной специальности. Ребята постарше изучают прототипирование. Рисунок сначала создают на компьютере, а затем объемную модель печатает 3D-принтер. На это может уйти несколько минут, а может и полдня. Зависит от сложности и качества модели. Чтобы освоить нюансы инженерной графики, у школьников есть три недели. Столько длится смена в гагаринском. Сегодня на самом деле открытие – это замечательная смена технического направления, потому как наш город славится именно промышленностью. И я думаю, что вы, как подрастающее поколение, и приумножите все заслуги, которые уже сегодня мы имеем. Церемония открытия и Таня обходится без технического творчества. Вожатые подготовили для воспитанников лазерное шоу. Отдыхающим тоже предстоит удивить наставников. К примеру, в конце смены ребята соберут машины на электротяге, а победителя выявят по итогам гонок на самодельных автомобилях. Елена Стрелецкая, Алексей Вребицкий, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.